Сегодня моя проповедь называется «Ходячее чудо». Наш Господь, Он творец чудес. Чудо — это то, что я не могу сделать сам. Чудо — это ответ на какую-то боль, на какую-то проблему, нужду, которую человек не может решить своими силами. Так вот, наш Бог, Он есть творец чудес. И я хочу, чтобы мы могли сейчас обратить внимание на Библию и увидеть великое чудо из Библии. Итак, первая часть моей проповеди будет называться «Первый евангелист». Мы прочитаем Марка, 5 глава, с 15 по 20 стих. Здесь описано действительно чудо. Человек одержимый, который всю свою жизнь, он жил во гробах, бился о камни, делал себе вред, мимо боялись проходить люди, но этот человек даже цепи разрывал. Но когда он встретился с Иисусом Христом, он освободил его от легиона бесов. Легион — это две тысячи бесов. Представьте, это было в одном человеке. Как они мучили его. И вот что произошло дальше с этим освобожденным человеком. Написано Марка, 5 глава, с 15 по 20 стих. Приходят к Иисусу и увидят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим, и расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Здесь написано, человек, который был одержим, стал свободен. И он просится, чтобы Иисус Христос взял его с собой, но Иисус дает ему повеление. Иди в то место, откуда ты, и проповедуй о том, что сотворил с тобой Господь. И давайте мы, основываясь на этом месте, посмотрим на три вопроса. Кто он был, что он говорил и к чему это привело. Кто был этот одержимый человек? Я не зря назвала свой пункт «первый евангелист», потому что именно он был первым евангелистом, которого Иисус послал проповедовать. Ученики еще по двое никуда не ходили. А вот Иисус послал этого человека проповедовать. Кем же он был? Скажите, какую теологическую или духовную школу оканчивал этот одержимый человек? Никакой. Знал ли он Писание? Он не знал их. Сколько времени он был с Иисусом? Написано, что два часа, а может быть даже меньше. Он покаялся, Иисус его освободил. И тут он ему говорит, иди проповедуй. Оказывается, этого было достаточно. Он пошел в Десятиграде. Десятиграде – это было 10 городов, которые находились к востоку от Иордана, и в основном там жило нееврейское население. То есть это были люди, которые тоже не знали Писаний, не знали Божьего закона. Братья и сестры, нас посылает Господь к неверующим людям. Нам не нужно бояться, что такое глубокое и духовное им сказать. Они не знают тоже Писаний и Закона Божьего. Достаточно того, что Иисус повелел сказать бывшему одержимому. Какая была эта весть, какое было послание? Скажи, что сделал с тобою Господь и как тебя помиловал. Это и есть наша самая великая проповедь, которая обращает внимание людей к Иисусу Христу. Написано в 19 стихе. Иди домой к своим и расскажи им, что с тобой сотворил Господь. Братья и сестры, я получила для себя очень важное откровение. Это написано 1 Иоанна, 5 глава, 10 стих. И здесь написано, верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Братья и сестры, здесь говорится, что если человек верующий в Сына Божьего, у него есть свидетельство в себе самом. То есть, другими словами, если человек верующий, у него 100% есть это свидетельство. То есть, нет ни одного верующего человека, которому бы нечего было сказать. Нет ни одного. У нас есть что сказать. Но знаете, в чем причина, почему мы часто умоляем свое свидетельство? Мы думаем, ну оно же не такое яркое. Ну понятно, что у этого бывшего одержимого было такое яркое событие. Но мы забываем, что вокруг нас находятся люди, и не все они были одержимыми или есть одержимые. Но они есть простые люди, такие как мы, и наше свидетельство, оно для них будет очень кстати. Если я скажу человеку, я научился жить в мире, скажите, это не есть свидетельство для неверующего человека, который не умеет жить в мире. Если я скажу человеку, что Бог помог мне простить моего папу, скажите, это для них свидетельство? Да, почему? Потому что они сами находятся в непрощении. Если я скажу, что я научился радоваться, Бог научил меня радоваться, когда нечему радоваться, да это величайшее свидетельство для неверующего человека. А мы иногда думаем, ну а что тут такого? Нет, именно это важно. И это именно то, что они должны услышать. Это именно то, что обратит их внимание к Иисусу, и они спасутся. И что же было в результате? Смотрите, написано в Марка, 7 глава, 31 стих. Марка, 7 глава, 31 стих. Этот человек, он привлек внимание людей к Иисусу Христу своей проповедью. Когда мы видим, в первый раз они встретились там в Десятиграде. Эти люди просили Иисус, отойди от нас, они не хотели его слышать. Они так испугались, что произошло с этим одержимым, что они Иисуса прогоняли. Но Иисус, написано, переехал на другую сторону озера, там проповедовал. А потом, через некоторое время, он вернулся в Десятиграде. И вот уже реакция людей была абсолютно другая. Они уже по-другому его приняли. Смотрите, написано в Марка, 7 глава, 31 стих. Выйдя из пределов Кирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиграде. И 8 глава, 1, 2 стих. И в те дни собралось весьма много народа, и нечего было им есть. Иисус, признав учеников, сказал им, жаль мне народа, что уже три дня находится при мне, и нечего им есть. Представьте, как они уже в этот раз встречают Иисуса. У них уже уши открыты, сердца открыты. Они три дня и женщины, и дети сидят и слушают Его. И Он умножает хлебы. Это уже второе чудо умножения. Первое Он сделал для иудеев, а второе Он сделал для этих язычников. Но они уже по-другому смотрят на Него. Почему, скажите, такая реакция? А потому что проповедь этого бывшего одержимого, она привлекла внимание людей к Иисусу, и они уже пришли к Нему и слушали от Него духовные истины. Братья и сестры, этому бывшему одержимому Он не был как-то духовно подкован. Он не мог бы дальше людей вести или учить их всему то, что им необходимо. А это не нужно было. Его задача была привлечь своим свидетельством внимание людей к Иисусу. А когда они уже пришли к Нему, Иисус три дня подряд, Он учил их, сколько глубоких истин Он выложил в их сердца, в их разум. Я думаю, что они слушали, и их сердца преображались. Братья и сестры, сегодня точно так же. Иисуса Христа нет с нами в физическом теле, но Он в духовном теле, в церкви. Нам не нужно знать все, чтобы спасать людей. У нас есть наше свидетельство. Это есть наша самая лучшая проповедь. А когда мы таким образом привлекаем людей в церковь, в которой есть тело Христа, вот тут они всему и научатся. Они услышат все эти глубокие истины, которые необходимы им для спасения. Нам не нужно это им говорить. Здесь в церкви они все узнают. Братья и сестры, мы своим свидетельством привлекаем людей к Иисусу. Знаете, наше следующее служение 28 числа. Это будет не простое, необыкновенное служение. Это будет евангелизация. Это будет слово специально для неверующих людей. Мы готовим специальные молитвы за спасение, исцеление, освобождение силу Божью. Будет прекрасное свидетельство звучать, и эта женщина будет. Она 12 лет была бесплодная, а Бог даровал им уже двоих деток. Что это будет за неделя перед нами? Давайте мы придем к людям, неверующим людям, и мы расскажем им о том, что с нами сотворил Господь. Давайте мы пригласим их на это служение, поможем им добраться, поможем им, чтобы они были с нами здесь. И они спасутся, они спасутся, они обратятся к Богу. Эти пригласительные будут лежать в фойе, они будут лежать при выходах на подоконниках. И знаете, каждый из нас благовестник, и у нам есть что сказать. А уже Господь, Он будет спасать, исцелять и освобождать. Аминь, братья и сестры. И вторая часть моей проповеди называется «Помоги им родиться». В притчах 24 глава 11-12 стих есть очень знакомое для нас место. Но я хочу, чтобы мы могли сегодня из Украинской Библии посмотреть на него. Мы все знаем, да, спасай взятых на смерть, неужели ты откажешься на обреченных на убиение? Неужели скажешь, я не знал? Неужели скажешь, я не видел? А ведь Господь, испытывающий сердца, знает все, и Он воздает каждому человеку. Смотрите, как это написано в украинском переводе. Рятуй тих, кому загрожує смерть. Неужели отмолишься от пререченных на страду? Неужели скажешь, чего мы не знали? Адже хіба той, кто выпробовывает сердца, не знает? Той, кто охраняет тебя, знает про все. Он выплачивает каждому человеку за его чинками. И я хочу три вещи, подчеркнутое в этом стихе из Библии. Три вещи. Рятуй тих, кому загрожує смерть. Второе, Бог выпробовывает сердце на предмет чего? Неужели отмолишься? Неужели отмолишься? И третье, Бог выплачивает. Дорогая церковь, хочу сказать очень важную мысль. Написано в Библии, что Бог смотрит не так, как смотрит человек. Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Это очень часто нас в чем-то останавливает. Мы смотрим на человека и думаем, вот он такой, я к нему никогда не подойду. А Бог смотрит на сердце человека. И я хочу вам привести пример. Недавно я у себя на домашней группе задала вопрос. Скажите, какое чудо больше всего впечатлило вас в жизни? И люди разным делились, но чаще всего люди говорили, для меня самое большое чудо – это изменение человеческой жизни. Для меня самое большое чудо – это когда я смотрела на человека, и я говорила, он никогда не изменится, а вот Бог взял его и изменил. Говорит, и Бог меня этим удивляет, это самое большое чудо. И вот один из братьев поделился свидетельством. Я назвала проповедь «Ходячее чудо». Это в честь одного брата, который есть у нас в поместной церкви. Для меня лично он, этот брат Коля, «Ходячее чудо». Три года назад его подобрали на уличной евангелизации, когда его привели в церковь поместную. Этот пастор Района, говорит, я посмотрел на него. Он был такой потрепанный, он был такой истощенный, такой немощный, такой побитый жизнью. Он такой невысокого роста, и на нем свитер XXL. Такой висит. И вот я на него смотрю, и я, говорит, внутри себе говорю, он никогда не станет нормальным человеком. Это просто невозможно. Такое мнение я сложил о себе. Почему? Потому что я смотрю на лицо, а Бог смотрит на сердце. И, говорит, проходит какое-то время, и тут, говорит, этот брат подходит ко мне и говорит, «Пастырь, благословите меня. Я насобирал немножко денег и хочу подлечить свое здоровье, сделать себе терапию против гепатита С. Благословите меня». Он говорит, я его благословил, помолился, благословил. Проходит еще, говорит, пару месяцев, подходит он же ко мне и говорит, «Пастырь, вы знаете, я немножко денег, работаю, немножко денег себе насобирал, хочу зубы поменять». Он говорит, я, говорю, благословляю тебя. Говорит, проходит еще там пару месяцев, он подходит и говорит, «Пастырь, знаете, я решил открыть счет в банке, уже буду на что-то такое солидное копить». Он говорит, я смотрю на него, и я понимаю, это невозможно. Он в три раза оставался в пятом классе. Он не умел ни писать, ни считать нормально, что с человеком произошло, как он мог стать таким. Он не просто получил освобождение от алкоголя. Я смотрю, передо мной человек со светлыми мыслями. И я сегодня перед вами свидетель церкви. Это ходячее чудо, этот брат. Это светлый, добрый. Когда ты с ним встречаешься, он постоянно тебе говорит слова благодарности. Это человек, вот я, если что-то нужно, обратись к нему, он раньше всех придет, он будет все делать, что ты ему скажешь. Это светлый, чудесный брат. И вот смотришь на него, и ты понимаешь, это ходячее чудо. Это невозможно сделать человеку. Но Бог это делает. Бог делает то, что нам не под силу. Аминь, братья и сестры. И я сегодня благодарю тех евангелистов, которые подобрали его на улице. Которые все-таки не посмотрели на его лицо. Они просто поняли, это человек, который погибает, он нуждается в спасении. И сегодня он спасен. И сегодня он чудесный брат. Братья и сестры, рятуй тех, кому загроживает смерть, говорит Библия. То есть смерть, она придет каждому человеку. Но есть те, кому она угрожает уже сегодня. Это алкоголики, это наркоманы, это больные люди, это отчаявшиеся люди. Им нужна помощь неотложная уже сегодня. Потому что если мы промедлим, эти люди могут умереть. И знаете, одно из значений слова смерть, плохо, горе, беда. То есть другими словами, помогай, спасай человека, у которого горе, которому плохо, у которого беда. Это место Писания вызывает к чему-то благородному в нас. Которое способно откликнуться на чужое горе и беду. Которое не скажет, это не моя жизнь, это не мое дело. Бог хочет, чтобы мы обратили на это внимание. И написано, Бог выпробовывает сердце, не уже отмываешься. Бог выпробовывает сердце, не уже отмываешься. То есть другими словами, Бог испытывает. Если я вижу человека, который у меня на работе, и он встал на скользкий путь, или он запутался. Неужели я скажу, что я этого не знал? А я это знаю. Неужели, если я знаю моего соседа, который живет, и он пропадает. Вот. Неужели я скажу, что я не видел? Неужели промолчу или скажу? Написано, что Бог испытывает сердце. И знаете, что третье, очень важное в этом стихе написано? Бог, ведь плачуя, написано, что Он воздает. Раз Бог, ведь плачуя, значит, для Него это важно. Раз Бог, ведь плачуя, воздает, значит, Он в этом заинтересован, братья и сестры. Спасаем людей мы, а Бог нам, ведь плачуя. Скажите, как бы вы отнеслись к человеку, который спас вашего ребенка от беды, от какой-то беды реальной? Я думаю, я уверена, что этот человек был бы для вас особенным. Может быть, для других он был бы просто человеком, для вас он был бы особенным. Или если бы он сделал добро вашему ребенку, он бы для вас всегда был особенным. Если бы он попросил вас о помощи, вы бы ему отдали тоже. Почему? Он сделал для вас благо, вашему ребенку сделал благо. Я вам приведу пример. В доме, там, где живут мой свекр и свекров, живет в другом парадном акушерка, которая принимала роды у меня, которая помогла моему сыну родиться. Я помню, это было, представьте, это было почти 30 лет назад. Но каждый раз, когда я эту женщину встречала, у меня в сердце была к ней благодарность. Я ни разу с ней не заговорила. Знаете почему? Мне говорят, Таня, у нее такой тяжелый характер, она такой закрытый человек, она такая строгая. Я смотрела на нее, думаю, да, да, так с виду она такая есть. Я как-то никогда не решалась к ней подойти, но в сердце, когда я ее видела, всегда была благодарность. И вот, братья и сестры, на прошлой неделе, когда я молилась, я вспомнила об этой женщине. И думаю, а почему я действительно ни разу не подошла к ней, не сказала ей спасибо? И думаю, сделаю я это. Я напаковала, я пошла, купила подарок, купила также ей Библию с такими большими буквами, потому что ей, оказывается, 85 лет уже. Значит, наставничество нулевое. И вот я пришла к ней в гости, позвонила, я ни разу у нее не была, ни разу с ней не говорила. Она открыла дверь, и знаете, она была настолько удивлена. Я зашла и говорю, я хочу вам сказать спасибо за то, что вы помогли моему сыну родиться. Знаете, она вот такими глазами на меня смотрит, говорит, а как он сейчас, этот сын, а сколько ему лет, а как он живет, женился, нет, а кем он работает. Вот она так начала расспрашивать меня. Говорит, ты знаешь, я 10 тысяч родов приняла. Я на нее смотрю. И знаете, вот все, что говорили, она такая строгая, она такая неприступная. Братья и сестры, Бог смотрит не так, как человек. Человек смотрит на лицо. Она была настолько рада меня видеть. Говорит, приди ко мне со своим сыном, я так хочу с ним познакомиться, на него посмотреть. И знаете, я ушла от нее, и я понимала, эта встреча будет не последней. Я к ней обязательно приду с сыном, и я верю, я хочу продолжить с ней разговор для спасения ее души. Но знаете, какое я получила для себя очень важное откровение? Музыкант, можете пройти на сцену. Я поняла, что здесь написано. Бог ведь плачуя. И знаете, что я поняла, братья и сестры? Если я спустя 30 лет, в этом году моему сыну будет 29 лет, я помню то добро, которое сделала мне эта женщина. Она помогла моему сыну родиться. И мне пришла идея, просто обыкновенному человеку мне пришла идея, как-то ее почтить, сделать ей добро, как-то ее порадовать. То неужели Господь для тех людей, которые помогают Его сыновьям и дочерям родиться, неужели Господь забудет, неужели Господь не отплатит добром? Братья и сестры. Могут, как здесь в моем случае, прошло почти 30 лет, но это произошло. Я никогда, в принципе, не забывала. Но сделала это вот спустя 30 лет. Дорогой друг, Бог никогда не забудет. Написано, вин вид плачуя. Как это будет? Я не знаю, как он вид плачуя. Я не знаю. Я не знаю, как он это сделает. Но он обещал. Вин вид плачуя. Он воздает. Может быть, когда ты будешь нуждаться очень сильно, и ты возопишь к нему, он и так не забывает, но он вспомнит. И он порадует тебя, он благословит тебя за то, что ты помогаешь его детям родиться. Дорогой друг, рядышком с нами есть множество людей, которые еще не спасены. Но когда мы к ним придем, мы расскажем Евангелие. Они спасутся, они станут Божьими детьми. Они родятся, мы поможем им родиться. Это будет не только наша радость. Написано, еще и Бог плачуя. Бог не забудет, что ты помогаешь его детям родиться. Я хочу сказать выводы. Мы будем совершать молитву. А ведь Бог любит своих детей больше, чем я своего сына. И Он имеет способность воздать не так, как я воздаю. У Него вся сила. Не смотри на лицо человека. Бог способен поменять тех, которым тебе кажется, что это невозможно. Бог использует для этого самых простых людей. Как Он использовал бывшего одержимого, так Он использует и нас. И знаете что? У нас есть что сказать, братья и сестры. У нас есть проповедь. Бог сделал это в моей жизни. Это самая лучшая проповедь. Давайте мы сейчас поднимемся. Перед молитвой я хочу рассказать еще об одном чуде. Ходячим чуде. Один брат недавно сказал. Говорит, рылся в гараже, нашел расписку, которую я писал своей жене. Обязуюсь бросить пить. Говорит, ну самое интересное, я не бросил пить после этой расписки. Написать-то написал, но не бросил. Понимал, что семья распадается, но я не мог бросить пить. И вот однажды Его пригласили на одно детское мероприятие, рождественское. И Он сопровождал свою маленькую девочку, дочку. И говорит, я был с такого перепоя, мне было так плохо, голова была в таком тумане. Я еле туда пришел. Пришел просто ради своей дочки. Когда была молитва покаяния, говорит, я просто произнес эту молитву покаяния. Боже, я грешник, прости меня. И в тот момент, говорит, произошло такое чудо. Для меня это было мега-чудо. Это у меня полностью просветлело в голове, как будто бы я вчера не пил. Полностью свежая голова. Я встала и сказала, это чудо, это невозможно. Братья и сестры, прошло время, сегодня этот человек, прекрасный отец, прекрасный сын для своей матери. Он прекрасный муж для своей жены, у него уже двое деток, он прекрасный служитель. Вы бы никогда не догадались, это Власенко Станислава. Вот этот человек, когда-то писал расписки своей жене. Братья и сестры, когда человек себе помочь не может, когда из людей ему никто помочь не может, когда расписки помочь не могут, у нас есть Господь, который помогает и делает невероятные вещи. Он делает чудо. Это то, что тебе не под силу. И давайте мы сейчас помолимся. Дорогой друг, давайте мы на этой неделе, иначе грошься на этой проповеди, это было просто в пустую потраченное время. Если просто послушать и все. Давайте мы на этой неделе пойдем к людям, которые, как мы уже читали, у них боль, у них горе, у них отчаяние. Эти люди пропадают. Может быть, это наши соседи, наши знакомые, наши соработники. Давайте мы придем к ним с простым нашим свидетельством. Скажем, это Господь сделал для меня. И мы пригласим их на следующее воскресенье. Пусть они придут, пусть они родятся свыше, пусть они станут Божьим чудом. Вокруг нас будет множество Божьих чудес. Давайте мы поднимем руки, кто пойдет на эту неделю. Давайте мы попросим, чтобы Господь благословил нас. Дорогой Господь и Бог, мы сегодня приходим к Тебе. Боже, мы есть ходячее чудо. Мы, каждый из нас есть ходячее чудо, потому что мы пропадали, но Ты нас нашел. Ты послал людей, которые бы нам сказали Евангелие. И вот сегодня мы, ходячее чудо. И мы просим Господь во имя Иисуса благослови нас, чтобы мы могли пойти, чтобы мы могли на этой неделе пойти, чтобы мы могли принести эту благую весть. Просто сказать, это Бог сотворил для меня. Господь, помажь наши уста, открой глаза, кому идти, Господь, и что сказать? Тем, которым больно, тех, у которых проблемы, те, которые пропадают. Господь, дай им сказать благую весть. И пусть они покаются. Господь, пусть все следующее служение, воскресное, оно будет наполнено Божьей силой и славой, спасением и освобождением. Мы благословляем, Господь. Пусть рядышком с нами будут эти люди. Помоги нам, Господь, спасти их души во имя Иисуса Христа. А также, Господь и Бог, мы приносим Тебе наши нужды, и которые в этой корзинке, и которые в наших сердцах. И просим Тебя, Господь, презри и благослови. Я сейчас благословляю всех людей, у которых проблемы со здоровьем. Да будет благословенно их здоровье. Господь, да придет сейчас сила воскресения и оживит каждое тело и каждый орган. Я благословляю во имя Иисуса Христа. Пусть уйдет сейчас всякая боль, резкая боль, пусть уйдет во имя Иисуса Христа. Я сейчас благословляю семьи на мир, согласие и прощение. Пусть придет любовь и прощение во имя Иисуса. Пусть уйдет всякий раздор, всякое непрощение и обида во имя Иисуса. Я сейчас благословляю душу на мир и радость, Господь, и разум, и душа. Пусть наполнится миром и радостью. Я благословляю, Спаситель, во имя Иисуса Христа. Боже драгоценный, а мы знаем и верим, Ты с нами, и Ты будешь с нами, Господь, в следующее воскресенье. Во имя Иисуса. Аминь. Я хочу сейчас обратиться к тем людям, которые к нам пришли впервые. А возможно, вы были в церкви, но вы отступили, или вы не первый раз, но вы еще никогда не каялись. Давайте мы сейчас вместе свершим эту молитву. Поднимите руку там, где вы есть. Возможно, вы нуждаетесь в чуде, спасении. Может быть, вы сейчас пришли, и вы знаете, вы не сможете себе помочь. И никто не сможет вам помочь. Только Бог вам поможет. Он простит ваши грехи, Он избавит вас. Там, где вы есть, поднимите, пожалуйста, вашу руку. Я вижу вас. Давайте мы вместе, давайте мы вместе, очень искренне скажем слух эту молитву. Повторите ее вместе со мною. Господь Отец, прости мне мои грехи. Войди в мое сердце, как Господь и Спаситель. Я принимаю тебя. Я посвящаю тебе жизнь. Я верю в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. И благодарю тебя, что ты принял меня во имя Иисуса. Аминь. Дорогие друзья, те, кто каялись сегодня, после служения не торопитесь уйти. Подойдите сюда вперед, наши служители помолятся с вами, и они вручат вам подарки. Да благословит вас Господь.